Сиди дома, сиди, милый Ты тогда увидишь, вирус пролетает мимо Только в маске и перчатках Ты бежишь по маркету Всем привет! Меня зовут Диана Шарапова И я в прямом эфире на страничке Алматы Креатив И начинается онлайн урок по вокалу Сегодня у нас урок номер 15 Впереди еще 5 встреч За которые мы успеем освоить много новых тем Которые не затрагивали В частности, например, что такое микс Что это за такой регистр И как им обладеть И как это пить-петь на миксте Но сегодня у нас другая тема Включаем все постепенно Закрепляем знания Итак, тема урока номер 15 Это отработка техники пения На высоких нотах Без вокального зажима На песне Япырай Народная песня Поем на казахском языке И понимаем таким образом Что те навыки, которые мы приобретаем На моих вокальных уроках Можно применять не только на фирменных песнях Не только на песнях на английском языке Но и на русском, на казахском В целом эти навыки помогают Хорошо и свободно петь Современные песни Владеть соул стилем Владеть даже Можно использовать эти навыки В народном пении Там, где необходимо Использовать полный тембр Звучный, громкий, сильный, уверенный голос Также будем изучать И отрабатывать навык пения В регистре фальцет Но все постепенно Итак Пока набирается аудитория Я хочу исполнить вам песню Которую мы сегодня будем разбирать Сегодня исполню Япырай Так, как звучит эта песня Обычно на концертах На моих выступлениях Я надеюсь, что вам будет интересно Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Шарапова И сегодня мы будем учиться с вами Петь без вокального зажима На верхних нотах И отрабатывать эту технику Будем на песне Япырай Которую только что я исполнила К концу постараемся пропеть ее Или всю целиком Или допеть второй куплет И я надеюсь, что вы уже сможете Сделать это вместе со мной Итак, у нас с вами начинается самая настоящая вокальная репетиция Как мы с вами уже разбирали Вокальная репетиция должна проходить С упражнения разогревающего характера Начинаем разогревать для начала мышцы артикуляции Как и для чего это нужно Есть темы, уроков, которые сохранены В ютубе на канале Алматы Креатив Поэтому, если возникают вопросы Находим урок по теме И прослушиваем И отрабатываем Если вдруг вы что-то не поняли Или не успели сделать Сейчас наша задача Пройти урок так, как Если бы вы были уже подготовленным Вокалистом, который знает И помнит все темы Которые мы разбирали За 14 уроков Прошедших Итак Хочу напомнить, что Во время разогревающих упражнений Нужно дышать носом Для того, чтобы насытить Кислородом не только нижние резонаторы Но и верхние резонаторы Сейчас нам поможет картинка Вот так одну картинку Поддержим для камеры Которая Затем Чуть-чуть, да? Потому что Мы же сейчас все настроим Хочу показать, что я делаю Мы распечатали вот одну картинку Посмотрите Вы все видите зеркально И вам непонятно, что здесь И специально для вас Вот эта картинка сейчас пойдет Для камеры Которая снимает для ютуба И специально для вас Мы распечатали зеркально Так, чтобы вы действительно могли Прочитать Вот, отлично Итак Верхние резонаторы Это те резонаторы Которые находятся выше связок То есть Наша задача сейчас Насытить кислородом Носовую полость Лобные гайморовые пазухи Вот здесь у нас получается Ниже связок Это трахеи Легкие бронхи Это нижние резонаторы Которые при любом виде дыхания Вдоха При любом виде именно вдоха Насыщаются кислородом Но если мы возьмем дыхание ртом В таком случае Вот верхняя часть наша Не будет принимать участие Будет Как бы Отключена Поэтому Неважно как вы берете В эстрадном пене Джазовом Если вы пойете в стиле рок То есть в современном пене Если вы не классик Неважно как вы берете дыхание Пусть тело само решает Как вы это будете делать Но Если мы собираемся разогреваться Если мы собираемся распиваться Необходимо дышать носом Вот И мы насытили кислородом Полностью верхние резонаторы Отлично Если вдруг возникают у нас вопросы Что же такое резонаторы На примере гитары Сама струна не звучит громко Громкость увеличивает у струны На примере гитары Это резонатор Смотрите Вот здесь где розетка Находится резонаторное отверстие Вот за счет того Что звук у нас Попадает в резонаторное отверстие Громкость звука увеличивается Итак На примере гитары Мы поняли Что такое резонаторы И для чего нам нужно с ними работать Для того чтобы наш тембр голоса Был плотный Уверенный Красивый И опять же По тембру голоса Можно просмотреть урок Который сохранен на канале В ютубе Алматы Креатив Ознакомиться полностью С этой темой Где я в течение часа Развернуто Объясняю Что такое тембр голос И как его улучшить И усилить Итак Переходим к разогреву Первая часть Акцент на мышцы Артикуляции Засекаем время Мы должны уложиться В 5 минут Уложиться в 5 минут До 8 пункта Где я сделаю отдельно Небольшие пояснения И напоминания Итак поехали Губки бантика Крутим вправо Крутим влево 4-6 повторений Достаточно Теперь верхняя губа По верхним зубам Обратите внимание Мы сегодня планируем Разбирать песню Я пырай И наша вокальная репетиция Как я и рассказывала Как правильно выстроить Вокальную репетицию Чтобы она была Безопасна и эффективна Итак Наша вокальная репетиция Начинается С разогрева Мышц артикуляции Итак Верхняя губа По верхним зубам Не спешите Почувствуйте Как разбегается Разгоняется кровь Теперь нижняя губа По нижним зубам Возможно почувствуете Тепло Теперь обе губы По зубам Верхним и нижним Отлично Следующее упражнение Буква О Закрытым ртом Сначала давайте Издадим букву О Теперь то же самое Сделаем с закрытым ртом М Почему нужно именно Издать звук Для того чтобы Автоматически Именно на этом звуке Выстроились правильно Неба и гортань Теперь выполняем упражнение Не озвучивая буквы Молча Еще один из таких Небольших тестов Чтобы понять Все ли правильно Вы делаете Можно зевнуть И почувствовать Небольшой холодок У верхнего неба Почувствовали И постарались Еще раз Так же его растянуть Как на зевке Или как на букве О С закрытым ртом Не забывайте Возвращаться В исходное положение Когда Мышцы артикуляции Полностью расслаблены Достаточно Следуем далее Эстрадная маска Напоминаю коротко Эстрадная маска Нужна для того Чтобы наш тембр Потеплел Посветлел И для того Чтобы на верхних нотах Наш звук Был более полетным Итак Это первый шаг К отсутствию зажима На верхних нотах На альтовом тембре На полном Звучном Громком голосе В грудном Регистре Итак Расслабили лицо И теперь Делаем легкую улыбку Постараемся Почувствовать Вот эти вот мышцы Попробуйте Положить пальцы И слегка Уднуться Вот именно здесь Чувствуется Как работают Мышцы лица Именно они вам нужны Опять расслабились И еще раз Четыре повторения Мы выполнили Следуем далее Итак Сейчас должно у нас Состояться упражнение Выдох на звуки С Для того Чтобы все правильно Выполнить Нужно понимать Что вы делаете Итак Первое Что мы должны знать Что делая упражнение На звук С Основная его функция Это тренировка Пения на опоре Итак Упражнение состоит Из нескольких частей Первая часть Когда мы фиксируем Наше внимание На движение Плечевого пояса Там буквально Один сантиметр Получается Будет Движение Не больше одного Сантиметра То есть Плечи сначала Поднимаются От того что мы Набираем воздух В легкие Обратите внимание Не в живот А в легкие Я на предыдущих уроках Объясняла почему Итак Попробуем увидеть Вот Поднялся Плечевой пояс Совсем немного И дальше Когда мы делаем Первый выдох На звуке С Вот у нас прошло Такое движение И в этот момент Происходит Правильная опора Органов Голосового Грудного отдела На диафрагму Сейчас коротко Сформулирую Для тех Кто возможно Впервые слышит О чем я говорю Итак Нужно понимать Что такое диафрагма Диафрагма Это Мышца У мышцы У диафрагмы Есть три основные функции Первая основная функция Это Диафрагма является Главной дыхательной мышцей Второе Диафрагма является Грудно-брюшной перегородкой Которая является Одновременно Опорой для органов Грудной полости И вот это Медицинское Краткое описание В точности Объясняет нам Что значит Петь на опоре Петь на опоре Это когда Легкие Действительно Упираются Опираются На диафрагму Каким образом Это происходит Я скоро поясню Итак Третья функция Но просто для расширения Кругозора Это диафрагма Является мышцей Также и брюшного пресса Влияет на правильное положение Внутренних органов Поэтому тренировать ее Очень полезно Итак Во время вдоха Диафрагма Опускается Почему? Потому что легкие На нее давят То есть наполняется Легочная ткань Воздухом Кислородом И легкие Расширяются И начинают давить На диафрагму Итак Именно во время вдоха Диафрагма Опускается Во время выдоха Диафрагма Расслабляется И поднимается вверх Так как на нее Не оказывают давление Органы грудного отдела Для того чтобы вы Круто себе могли Это представить Прям не просто С моих слов С описания А вот сейчас Коротко показываю На камеру Видно? На камеру Для ютуба Для того чтобы Вы в сохраненной версии Могли потом уже Посмотреть еще раз И теперь Показываю Для прямого эфира В инстаграм Распечатали специально Так чтобы вы видели Не зеркально А могли прочитать Так Вот моя ручка Итак Вот они легкие Это трахея Бронхи И вот легкие И вот она диафрагма Посмотрите Куполообразная Немного похожа на листок То есть листок тоже Можно вот так изогнуть Здесь мы видим легкие Которые набрали воздух Соответственно Что произошло Диафрагма Смотрите Легкие упираются В диафрагму А она выгибается Да? Так еще раз Смотрите Более плоский на вдохе Более выпуклый на выдохе То есть она у нас двигается Здесь Невозможно понять Насколько Она сильно выгнулась Или насколько Она должна быть Плоской То есть Она находится В движении Диафрагма Подвижна Я рада Что вы нашли для себя Эти картинки Полезными Итак Диафрагма У нас подвижна Значит мы должны Отработать Правильное движение Диафрагмы Именно в тот момент Когда мы Делаем упражнение Выдыхая на S У нас должна произойти Стыковка диафрагмы С легкими Да? То есть легкие Должны взять И облокотиться На диафрагму Итак На звуке S Если правильно Сфокусировать внимание Вы ощутите Что Вы прям чувствуете Как это происходит Если же вдруг Ощущений таких нет Тогда нужно Просто правильно Фокусировать внимание Сначала На плечевом поясе Затем Положив руку В район диафрагмы Вот примерно Здесь она у нас Постараться почувствовать Что происходит На выдохе S Следующая часть Упражнения То есть она у нас Остает из нескольких частей Вначале Фокусируем внимание На плечевом поясе И на движении диафрагмы Стараемся запомнить Эти ощущения И далее Распределяем давление Воздушной струи Которая покидает Наше тело В будущем Это будет нота То есть когда мы Отправляем голос Из себя Наружу Звуковую волну Вместе с воздухом Мы должны Точно рассчитывать Звуковое И воздушное давление Итак Давайте перейдем К выполнению упражнений Упражнение делается Стоя Положили руки На талию Я думаю Что лучше Правую руку Положить в район Диафрагмы Итак Фокусируем внимание На плечевой пояс Дыхание берем Носом Потому что мы Сейчас не поем И выполняем упражнение Я сейчас Утрированно Показала Какое движение Происходит Но Как неправильно Его делать Смотрите То есть Вдуваться Ни в коем случае Нельзя Нижнюю часть Живота Необходимо Втянуть Это эстетично То есть Не делайте Вот так Не выпячивайте Пузо Втяните Живот Положите руку На талию И Другую руку Положите В район Вот сюда В район Диафрагмы Итак Обращаем внимание Первая часть На плечевой пояс Дыхание берем Носом Набираем полные легкие И на звуки Эс Анализируем Что здесь происходит Какие вы Испытываете ощущения Сильно тонкая струя После того Как вы выполнили Первую часть И начали выдыхать На звуке С Сильно тонкая струя Не нужна То есть Сильно тонкая струя Будет говорить о том Что вы будете петь Вот так Ша Спас Ша Рук У нас такой задачи нет Сегодня мы отрабатываем Грудной регистр Полный Громкий Звучный Голос Поэтому Давайте не будем Экономить воздух И будем выдыхать Посильнее Вот так В тот момент Когда вы чувствуете Что воздух Уже закончился Немного Наклонитесь Вперед Тогда вы почувствуете Что В брюшную полость В живот Воздух попадает Автоматически Специально Его набирать Туда Не надо Хочу подчеркнуть Что мы Изучаем С вами Технику Дыхания Организацию Дыхания Именно для Эстрадного Пения Для Соу Вокала Джаза Рокер Рокерского Стиля К примеру То есть Вам не обязательно Дышать Так Как если бы Дышал Певец Который Поет В классическом Стиле В академическом Поэтому Возможно Ваши знания Или представления О том Как брать Вдох Различаются Вы сейчас Можете Делать Так Как вы Привыкли Однако У нас Сейчас Будут Скоро Будут упражнения На вибрато Если вы будете Набирать Воздух В живот Вы блокируете Возможность Движения Диафрагмы И таким образом Вы лишитесь Красивого Диафрагмального Управляемого Вибрато Поэтому Тренируйтесь Сейчас Набирать Воздух В легкие Итак Еще раз Выполняем Упражнение Двух Подходов Сегодня Достаточно Внимание На плечевой Пояс Дыхание Носом Воздух Набираем В легкие Можно Можно было бы Тянуть И дольше Если вы Натренированы Возможно У вас Получается Поправим Камеры И Переходим К следующей части Вокальной Репетиции Итак Мы Выполнили Разогрев Первую часть Потренировали Наши мышцы Артикуляции Отработали Упражнение На опору На длительность Дыхания И мы Приступаем К распевкам Необходимо Выполнить Во время Вокальной Репетиции Правильно По Шагово Вновь Приветствую Всех Кто меня потерял Я снова вернулась Итак Необходимо Выполнить По шагово На вокальной Репетиции Все пункты Для того Чтобы Сам разбор Песни Был эффективен И безопасен Итак Мы только что Выполнили Первую часть Разогрева Отработали Упражнение На опору Поработали С диафрагмой Потренировали Дыхание Все это Нам пригодится В разборе Песни Япырай Которая Сегодня у нас Была Заявлена По теме Итак Переходим К распевкам Важно Помнить Что распевки Очень нужны И очень полезны Как для начинающих Певцов Так и для профессиональных Однако Ни в коем случае Не стоит Репетировать Только на распевках В таком случае У вас возникнет Психологический Порог Препятствия То есть Как бы Замок В том плане Что если вы Репетировали Неделю Только на распевках В тот момент Когда нужно будет Спеть песню У вас возникнут Трудности Поскольку вы Неделю только Распевались И не пели песню То есть Ваши распевки Разогревые распевки Должны плавно Перетекать В разбор И в исполнение Песни Растем Вокально На расширении Репертуара Чем больше Знаете песен Тем лучше Поете Тем больше Тем больше Палитры Приемов Обладаете Итак Сейчас покажу Вам схему Распевки Вот она Схема Распевки Теперь Вы можете Прям переписать Если вдруг У вас Не было Такой Возможность Итак Пишем схему Грудной Это грудной Регистр И фальцет Распевка Номер один Это буква О Закрытым ртом Она звучит так И мы будем Подниматься Сейчас вверх И зафиксируем Допустим Верхнюю ноту Ну может быть Это будут Си первые октавы Либо может быть У кого-то Кто-то перейдет До второй октавы В зависимости От вашего Природного диапазона Итак Каждая распевка Вот номер распевок Идет у нас И каждая распевка Фиксируется От какой ноты Приступили До какой ноты Дошли На грудном регистре И затем С какой ноты Приступили И до какой ноты Дошли В фальцете И так происходит С каждой распевкой Вот обыкновенная Простая Краткая схема Отлично Приступаем К распевке Буква О Закрытым ртом Грудной Регистр Звучный Полный Тембр Хэй Попробуйте сделать Так Теперь вы Хэй Хэй Теперь буква О Закрытым ртом То есть Из разогрева С первой части У нас Перетекают Наши навыки В распевку В дальнейшем Навыки Из распевки Перетекут В разбор И уже Исполнение Непосредственно Песни Теперь вы Мы можем Уже позволить Себе делать Распевку В темпе Вдох Энергичный Теперь вы Теперь вы Вот этот Жест Означает Теперь вы Здравствуйте Присоединяйтесь К нашей Распевке Если вы Чувствуете Что вы Подошли К порогу И у вас Есть желание Перейти В другой Регистр В фальцет Вы можете Свободно Это делать Если вы Чувствуете Что можете Продолжать Оставаться В друдном Регистре Оставайтесь Только Сколько Вам Удобно Зафиксируйте Свой Результат Выложите В сторис Отметьте Алматы Креатив И отметьте Меня Либо поставьте Хэштег Мелизм Для Дианы Чтобы я Смогла Увидеть Ваши Распевки И ваше Домашнее Задание Итак Для тех Кому Уже Комфортно Перейти В другой Регистр Петь Фальцетом Я Пою На Фальцете Если вы Хотите Перейти В этот Регистр Но не Знаете Как Этого Сделать И у вас Не звучит Не Меняется Тембр Не звучит Такая Краска Попробуйте Издать Такой Звук Теперь Потянуть Ноту Нежно Тихо Мягко Возможно В этой Распевке Вы будете Звучать Очень Тихо Ничего Страшного Так Остановимся На Ми Второй Октавы Зафиксируйте Ее Если Смогли Дойти До Этой Ноты Если Сможете Дойти Далее Тогда Выполните Распевку В другое Время Самостоятельно А сейчас Мы переходим К следующей Распевке Предлагаю Сегодня Сделать Продвинутый Вариант Итак У нас Есть Распевка Для Начинающих Это Распевка Соул Сразу отрабатываем Мелизм Для того Чтобы не сидеть Не отрабатывать Его Не зубрить Допустим Целый час Только эту Распевку Это может быть Очень скучно И может упасть Мотивация Поэтому Сразу Отработку Мелизма Ставим В распевку Итак Делаем Продвинутую Распевку Которая Состоит Из пяти Нот То есть Для Начинающих Распевка Соул Выглядит Так Это Было Три Ноты Теперь Добавляем Еще Две Пять нот Если вы не уловили Пять нот Или сколько Тогда Пропойте По схеме Как учить Мелизм Ровно Пять нот Теперь Вокалист Повторите И теперь Переходим К распевке Теперь Вы Можно Заменить На звук Е Давайте Попробуем Сейчас Чтобы Было Интересно Менять Каждый Раз Гласную Итак Была У Теперь Звук Е Теперь Вы Была Е Теперь Давайте А Теперь Вы Вы Давайте Попробуем О Теперь Вы Давайте Попробуем На И Теперь Вы Слоги Слоги пропеваем вокализм вниз таким образом у нас есть скачок на квинту вверх затем также он идет на глиссанда то есть мы тренируем такой длинный красивый подъезд дыхание несмотря на то что мелодия идет вниз помогайте себе релективной системой системой жестов при пении как бы вырастаете взлетайте наверх и так теперь поете вы теперь вы теперь вы обратите внимание начинаются уже очень высокие экстремальные ноты берем их грудном регистре альтовым тембром поэтому верхняя нота уже как бы не лё а ля раскрываем немного другая техника и так академическая распевка помогает в эстрадном пении поехали все равно стараюсь сделать лё но у меня уже появляется эстрадная маска теперь вы мы не будем делать распевку это сегодня выше на фальцете поскольку в песне япырай в той версии которую будем разбирать у нас будет работать исключительно грудной регистр двигаемся далее но вот что будет происходить в песне япырай там будет фонетическая работа то есть будет очень много слов согласных гласных нам очень важно чтобы фонетика не влияла негативно на звук и так фонетика дает не только возможность артикуляция дает не только возможность донести смысл до слушателя до зрителя но и влияет на звукоизвлечение поэтому выполняем упражнение сегодня чуть корректируем распевку и давайте вот что проанализируем и так первая строчка у нас в первой строчке песни япырай будет самая громкая самая самая высокая нота самая высокая так и попробуем сейчас найти примерно среднюю ноту давайте ля первой октавы и на ней делаем распевку номер 4 теперь вы для тех кто впервые слышит эту распевку запишите гласные очень важно в конце аккуратно ее аккуратно снимать маленький выдох давайте возьмем чуть пониже чтобы не заработать усталость связок до того как у нас начнется разбор песни нужно глотнуть водички если вы со мной синхронно выпили водичку не забывайте о том что вокалисту нужно петь пить воду теплее комнатной температуры так что добавляйте кипяточек и так упражнение достаточно выполнить 3 3 4 раза 3 4 раза и затем можно переходить к следующему упражнению я бы хотела перед тем как мы начнем разучивать непосредственно песню проанализировать с вами вибрато которые нам пригодится итак тянем ноту вот здесь наверху у нас будет четыре счета итак на ноте до второй октавы у нас идет вибрато давайте чуть пониже спустимся но все таки должна быть правильная нагрузка итак на звуки а мы тянем прямой сначала звук и выходим на вибрато как правильно выйти на вибрато подышите собачкой помните у нас была тема вибрато и мы дышали как собачка высунуть язык и прямо ее изобразить теперь положите руку в район диафрагмы и почувствуйте что же там происходит молча выполните молча те же самые движения которые возникают в диафрагме при предыдущем упражнении когда изображаем собачку итак теперь постараемся потянуть ноту и сделать одно движение диафрагмой вниз-вверх теперь два теперь вы не пропивайте а получается качание возникает в звуке именно благодаря работе диафрагмы теперь три качания у меня четыре получилось давайте еще раз теперь три качания вот было три и теперь выполняем основное упражнение три медленных три средних три быстро и это уже можно считать вибрато это как раз то что мы сделаем в песне давайте возьмем пониже вот у нас получилось вибрато также необходимо сейчас быстренько пробежаться по разогреву вторая часть поскольку мы будем петь с вами на экстремально высоких нотах альтовым голосом альтовым тембром в грудном регистре нужно войти в правильное эмоциональное состояние помните я рассказывала как бы вы настаиваете вы отстаиваете свою позицию я достану эту ноту я пойду гулять когда закончится карантин я не знаю это мой айпад и так вот именно это такое немного агрессивное состояние поможет брать взять высокие достать высокие ноты без зажима открыто свободно и так артикуляция на улыбке то есть одеваем эстрадную маску и выполняем упражнение теперь вы теперь растяжка теперь вы еще закрепим теперь вы стараемся расширять диапазон даже через хрип не пугайтесь здесь упражнение абсолютно безопасно поскольку вы постепенно растягиваетесь и возвращаетесь обратно и так мы сделали второй разогрев у нас остался последний пункт из него это сразу же отработка первой строчки из песни я прай она самая сложная поскольку именно в ней самая высокая нота итак мы уходим из оригинальной тональности и идем на терцию вниз на три ступеньки спускаемся вниз вот как будет сейчас звучать так сейчас я найду так это уже вторая строчка сейчас одну секунду вот нашла спустились итак поем еще раз делайте громким звучным голосом теперь вы вибрато 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 инициативы мою вибрато теперь вы здесь вибрато Вибратор Вибратор Даже когда мелодия идет вниз, помогайте жестом себе вырастать. И вот мы пришли в оригинальную тональность. Теперь вы. Итак, отработав первую строчку, мы понимаем, что во втором куплете будет идентичное звучание, идентичные приемы. Итак, запишите, если вдруг у вас нет текста. Первая строчка второго куплета. Итак. Итак. Теперь вы. Специально взяла немного пониже, для того, чтобы не было постоянно сильной нагрузки. Нужно дать время адаптироваться мышцам артикуляции, чтобы звук, который зависит от артикуляции, не портился, не колебался. Итак, если вдруг на каких-то словах все-таки происходит дискомфорт и колебание звука, можно тогда сделать так. Например. Допустим, у вас плохо звучит первая часть слога «ра». Тогда возьмите и сделайте четвертую распевку на этой ноте. Так. Двигаемся далее. И теперь полностью протренировав все свои навыки, начинаем их применять. Двигаемся далее. Вторая строчка. Поем. Теперь вы, я играю, вы поете. Сейчас пока я дублирую только мелодию, к тому моменту, когда вы адаптируетесь и привыкнете, будет очень хорошо спеть уже под минус ее. Итак, еще один приятный момент, что первая и третья строчки также идентичны. Итак, теперь обратите внимание на то, сколько нужно тянуть. Итак, смотрите. Считаем. Тихонько напеваю, чтобы связки немного передохнули. Считаем три счета. Смотрите. Получается четыре счета. Теперь два счета прямые и третий, четвертый счет, два счета вибрато. И то же самое будет на Счет совпадает в первой и в третьей строчке. Здесь появился вопрос, где можно увидеть ваши первые уроки. Дело в том, что только сегодня присоединился в ютубе, не написано, где первый урок. Ага. Итак, дело в том, что по техническим причинам пока именно первого урока нет, но он был вводный. Я рассказываю там про регистры. И далее в следующих уроках периодически потихонечку, понемножку добавляю, напоминаю, либо отрабатываю прошедшие темы. Итак, существует канал в ютубе Алматы Креатив. И у нас там выложены уроки. Они идут немного с опозданием, потому что мы должны успеть оформить, написать тему. Поэтому все, что нужно, это ознакомиться с тем, что сейчас в наличии есть на ютуб канале Алматы Креатив. Насколько я знаю, сегодня со второго урока подряд, по девятый включительно, все выложено и все необходимые темы там присутствуют. Напишите, если вдруг вы обнаружите, что чего-то не хватает. Так, двигаемся далее. Время немного и наша вокальная репетиция сегодня очень плотная и очень эффективна. Итак, мы выяснили, что первая и третья строчки совпадают в первом куплете, а также первая и третья строчки во втором куплете тоже совпадают. Получается, отработав звук, отработав навыки и приемы в одной строчке, вы уже можете спеть четыре строчки из песни. Тут их немного. Почему я взяла именно Явы Рай? Потому что у нас идет акцент на вибрато и на высокие ноты. Два в одном. И, кстати, сыграю в конце. Осталось совсем немного времени, но я думаю, успеет. Сыграю вам еще раз проигрыш на флете. Обратите внимание на вибрато. И именно такой же прием я использую, когда я пою вибрато. Нет никакой разницы. И тот урок, где мы проходим тему вибрато, там подробно расписано, как натренировать управляемое диафрагмальное вибрато и пользоваться им в разных песнях, не только в песне Явы Рай. Итак, третью строчку первого куплета мы разобрали. И хорошая новость, что она абсолютно идентична с третьей строчкой второго куплета. То есть поменяются только слова. А поскольку мы делаем часто распевку номер четыре, которая тренирует наш звук не обращать внимания на смену артикуляции, у нас должен прозвучать второй куплет очень легко и без проблем. Если вдруг сейчас у вас нет текста, самое время загрузить или найти текст Явы Рай, потому что мы подходим к моменту, когда будем вместе уже петь песню, используя пройденные навыки. Итак, отработав навыки. Четвертая строчка. Абсолютно совпадает со второй. Я использую здесь форшлаги. Для того, чтобы научиться делать форшлаги, также найдите тему мелизмы, как их учить быстро. Мелизмы простые и сложные. Там есть тема форшлагов, и я рассказываю, как ими овладеть. Итак, вторая строчка совпадает с четвертой. Идентично. Вы по желанию можете украсить форшлагами там, где вам удобно. Не обязательно это делать один в один со мной. Итак, к концу вокальной репетиции нужно сделать восстановление. Давайте мы его обязательно сейчас сделаем. Итак, упражнение восстановления состоит из нескольких частей. Первый его выполняется стоя. Хорошо, чтобы позади оказался стул, потому что может закружиться голова. Нужно положить руки на талию. И начинаем восстанавливаться. Вдох носом и резкий выдох ртом. Это упражнение из дыхания по стрельниковой. Очень хорошо восстанавливает связки и голос. Поехали. Выполняем 10 раз. И, возможно, вы почувствовали, как закружилась голова. Снова присаживаемся. Я надеюсь, меня видно на обеих камерах. Теперь выполним распевку на восстановление. Ры-ри-ри-ри. Теперь вы. Ры-ри-ри-ри. Ры-ри-ри. В конце выдох. Ры-ри-ри. Теперь вы. Ры-ри-ри. В конце каждой ноты выдох. Ры-ри-ри. Ры-ри-ри-ри-ри-ри-ри. Отлично. Крайнее упражнение восстановления сделаем. Постараемся успеть под конец эфира. Я его быстренько покажу, и вы сможете выполнить его самостоятельно. Итак, теперь исполняем второй куплет песни Я-Пы-Рай. Я надеюсь, что многие из вас обнаружили текст, нашли его, приготовили. Либо, возможно, вы его знаете наизусть. Будет здорово. И я еще раз исполню проигрыш на флейте. И прошу, обратите внимание на вибрато. Так, сейчас я выставлю локацию. Все, внимание, приготовились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Упражнение Восстановление. Итак, третье. То есть мы два упражнения уже выполнили. Чуть-чуть наши связки расслабились, передохнули. И теперь выполняем крайнее упражнение, после которого нежелательно петь сразу. Желательно помолчать какое-то время. И, например, можно будет петь через час. Итак, рычим на звуке на букве р с голосом, а затем без голоса. Выглядит и звучит это так. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Без голоса. Если вдруг у вас есть сложности с артикуляцией, возможно, вы картавите, тогда для вас это упражнение особенно полезно. Оно дает возможность не только восстановить связки, но и проработать букву Р. Итак, если по какой-то причине вы не можете тянуть букву Р, такое бывает, не можете долго рычать, тогда сделайте 5 коротких повторений. Те, кто картавит, возможно, вам придется приложить особенные усилия, ничего страшного, нужно подтрудиться. Если вы будете выполнять это упражнение 3-4 раза в неделю, я не говорю каждый день, но тем не менее, чем больше тренируетесь, тем быстрее и лучше будет результат. Итак, 5 повторений, если есть сложности со звуком Р. Итак, Р, 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 Р. И без звука. Иногда возникают сложности, когда во рту пересохло. Увлажните. Если нет водички, можно просто набрать слюни и проглотить. Поехали еще раз. Р, 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 Р. Если нет проблем, тогда тянем. Р, 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 Р. Теперь без голоса. отлично мы восстановились и пользуясь случаем осталось несколько минуток прочитаю комментарии в основном вопросы возникают по поводу того где пройти предыдущие уроки и так в ю тубе на канале алматы креатив сохранены полностью все уроки мы сегодня с вами разобрали применили навык как петь без вокального зажима на высоких нотах грудном регистре исполняли полным звучным тембром звучным голосом то есть мы не пели мы сегодня работали другим тембром здесь нужно вспомнить о формулировке что пение это организованный крик если по каким-то причинам у вас нет привычки доставать эти высокие ноты эти высокие ноты то не забывайте про вот такие упражнения если у нас высокая самая нота в песне я прай той тональность и который мы разбираем это до 2 октавы то тогда нужно на растяжке постараться преодолеть эту ноту и выйти за пределы вот примерно я до 2 октавы дошла а нам необходимо достать ноту до 2 октавы очень полезное упражнение не бойтесь хрипов иногда это бывает мы зависим качество голоса звука зависит от атмосферного давления эмоционального состояния вдруг по каким-то причинам вы вчера не крепели а сегодня возникает какой-то хрип ничего страшного самый главный критерий безопасности ли ваши связки испытываете ли вы чувство дискомфорта саднит или не саднит щипит или не щипит если вдруг вы дошли до физического предела и понимаете что саднит тогда необходимо выполнить восстанавливающую упражнение мы их разбирали в предыдущих уроках сейчас даже подскажу вам от 18 апреля урок 12 если не ошибаюсь да тема урока номер 12 восстановление голосовых связок очень очень полезная тема это что еще можно сделать для того чтобы легко пропеть песню я пырай вот именно в этой тональности в которой мы разбираем очень хороший прием пропевать строчку именно там где не получается не убегайте от проблемы посмотрите сразу разберитесь чем там дело выполнить постепенный подъем прямо в мелодии сейчас попробуйте вы у нас есть время если не знаете слов пойте на ля-ля-ля просто тренируйте сам звук сейчас разберусь тональностью теперь вы вспоминаем что у нас три счета на слоге слоге бо и четыре счета на слоге р Жас болт, жас болтся жархы рағын күлдің беті. Считаю, играю. Так, теперь вы. Двигаемся выше. Я пою, вы повторяйте. Теперь вы. И мы подходим к оригинальной тональности. Жас болтся жархы рағын күлдің беті. Теперь вы не забудьте, что пение на высоких нотах строится на крике. То есть пение – это организованный крик. Эта формулировка как нельзя лучше подходит к эстрадному вокалисту. Итак, громко. Хэй! Смело. Хэй! Поехали. Вибрато. Давайте попробуем выйти за пределы тональности. Идем выше. Жас болтся жархы рағын күлдің бета. Иногда связки делают «Ой-ой-ой, мы так не привыкли!» Вы вышли из зоны комфорта. Не нужно этого бояться. И теперь... Теперь вы. Теперь хорошо бы вернуться в оригинальную тональность. Вот сейчас уже не было никаких хрипов, связки адаптировались, то есть как бы выходя за нужную тональность, то есть если мы берем выше, чем нужно, мы выходим из зоны комфорта, из рамок, к которым, возможно, привыкли. И преодолевая, возможно, какое-то некомфортное ощущение, пропиваем, затем возвращаемся обратно в оригинальную тональность, и у нас должно появиться полетное легкое звучание, нам должно быть уже легче. Отлично. Наш урок подошел к концу, я хочу пожелать всем крепкого здоровья, оставайтесь дома, так же, как и я, и берегите себя и своих близких, пускай у вас будет хорошее настроение, И не забывайте, что ежедневно, ежедневно в 17.00 проходят прямые эфиры. Мы учимся петь на страничке Алматы Creative каждый день в 17.00. Сиди дома, сиди, милый, ты тогда увидишь, вирус пролетает мимо, только в маске и перчатках, ты бежишь по маркету...